Сейчас я вам покажу построение двух розочек, которые мы будем рисовать в технике свободной кистевой росписи. Посмотрите, пожалуйста. Я рисую капельку. Капелька это кружочек с холмика. Обрезаем нашу верхнюю часть. Делаем заворот и получаем бутон каплеобразный для розы. Определяем ширину листков. Первый листочек, второй и третий. Посмотрите внимательно, чтобы вот эта ширина и эта очень сильно разнились по ширине, для того, чтобы у нас розочка была объемная. Если нам понадобится сделать накладные лепесточки вперед, делаются они по объему. Раз, два. Посмотрите, как они. Значит, следующая розочка, которая у нас будет как фужер. Форма розы фужера. Делаем заворот. Также сделаем лепесточки. И будем рисовать листочки, набирая их от формы фужера. Так как я карандашом здесь не буду пользоваться, вы увидите конструкцию нашего цветка. Беру кисточку номер 6. Красочки темперные. Размешанной до состояния жидкой сметаны. На палитру. Это может быть любая кафельная плитка. Гладкая. Любого цвета. Выкладывается темный цвет. Рядышком светлый. Рядышком лежит мокрая тряпочка для того, чтобы вовремя убрать лишнюю воду с пяточки кисточки. Рисуется беличьими кистями. Набирается белый цвет. И находится в направлении нашей кисточки. У каждой кисточки есть свой наклон. Подходим рядышком с темным цветом. И набираем темный цвет, чтобы он был не больше одной трети нашей полосочки. Начинаем рисовать нашу розу. Первая роза у нас напоминает нам каплю. Берем тоненькую кисточку. Сделаем разживочку. Украшающую нашу розу. Теперь нарисуем листочки. Для светлой части листочков мы добавим кадмии желтый средний или кадмии лимонный. Изумрудная зелень будет обязательна с левой стороны, с правой светлой краской. Очень ценное правило. Ни один листик не превышает размера нашего бутона. Листочек можно вращать. Так же делается разживка на листочках. Используются приемы верховой росписи из кахломы. Кжельская оживка. Роживка из абрамцевской розы. Можно использовать элементы росписи по фарфору. Все это объединено одним названием. Свободная кистевая роспись. Роза по форме напоминающая капельку у нас завершена. А теперь мы нарисуем розочку с добавлением третьего цвета. Посмотрите сюда. Кадмии лимонные я кладу на краешек нашей плитки. Набираю на всю кисточку белый цвет. Набираю цвет основной нашей розы. И на кончик с правой стороны добавляю немножко желтого оттенка. Наша роза здесь будет как фужерчик. Вот мы по фужерчику нарисуем. Вот так заверну сюда немножечко. Этот лепесток спрячу от этот лепесточек. И теперь прикрой сам бутон. Мазковая роспись. Должна быть нанесена одним махом. Но все равно есть возможность подправить что-то. Здесь мы нарисуем бутончики. А вот вместо зеленого цвета мы возьмем черный цвет. Смешаем вольной пропорции бордовый с черным. И листики будем делать наоборот. Внутри у нас они будут темные. А снаружи иметь светлый оттенок. Редактор субтитров. Вот таким образом. Подготовили к разживочке. Теперь берем тоненькую кисточку номер 2 и делаем оживку нашей розочки. Держим центр темный. Добавляем воздушные линии для нашей розочки. Поправляем наш бутончик. Оформляем наши листья. Такая розочка может быть выполнена на дереве. Она может представлять роспись старинного комода, лавки. Или сделана роспись. Или расписана на базе. Также она может быть вставлена в рамочку, как самостоятельная картина украшения интерьера. Все. Продолжение следует... Все.